Всем привет! У Юли, как обычно, день начинается... Блин, конфета во рту, щека огромная, посмотри. У Юли, как обычно, день начинается... Ещё тогда, когда я сплю, она уже успела съездить сдать анализы в онклиник, это частная лаборатория. Я сдала анализы на гормоны, на кортизол и всякие такие штуки для того, чтобы понять, почему я не худею. И если у меня анализы будут в порядке, значит, то, что я не худею, это лишь моя причина, и я в этом только виновата, потому что жру по ночам и выставляю в историю в речку. А почему ты меня с собой не взял? Взять, стать анализами? А у тебя другие анализы в следующем месяце записаны. Я, правда, не помню, какие. Ну, короче, мне тоже не мешало бы сдать анализы и понять, почему я не худею. Ну, может, потому что я не худею целенаправленно, поэтому я и не худею. Я бы поесть люблю. Вот, а сейчас мы едем с Юлией на маникюр, а ей будут делать... А что тебе будут делать, наращивание или... Нет, просто маникюр. Я увидела очень красивый маникюр, такой голубенький и с очень красивым дизайном. Я хочу такое точно повторить и сделать. Тем более уже ногти отросли и смотрятся не очень. Лакшери. И поэтому едем с Владом вместе. Потом, наверное, погуляем по городу. Потому что, как вы помните, нам надо ходить 10 тысяч часов в день. Это у нас цель худеть такая появилась внезапно. Тебе точно не больно? Мне вообще не больно. Кошмар. Что, вообще не больно? Вообще не больно. Мне уже так скучно тут сидеть. Но очень весело было только что, как Юле ставили печатку. Такую, типа, рисунок на этот на ногти. И Юля мне сегодня разрешила управлять всем процессом ее ногтей. Я выбрал цвет. Я выбрал все. Выбрал я. Смотрите. Покажи, тут целый есть выбор этого, как тату-салоне. Смотрите, тут там можно выбрать тату, вам набьют еще. Короче, полное изобилие цветов, фурнитур. И это еще не конец. Сейчас буду делать матовые ногти. Все. Вот, смотрите, что я ей придумал. Подожди, а что, раньше, когда не было трафаретов, вот этих вот рисовали такое? Ужас какой. А вы умеете так рисовать тонко? Вот это вот все рисунки нарисовано. Это вы рисовали? Угу. Ого. Очень красиво, да? Угу. Все, закончилось с моим учением. Юля, как твои впечатления? Очень красиво и нежно, и ничего лишнего. Угу. Это Юля рассказала про отношения со мной. А теперь про ногти расскажи. Красиво. Ну, видишь? Что надо сказать? Спасибо. Молодец. У нас, кстати, с Юлей появилась идея сделать у себя дома такой фон, только побольше, чтобы снимать на нем видео. Ну, а как вам вообще? Мне кажется, смотрится прикольно. Только если делать, то надо какой-то другого цвета. Типа, может, просто серебряный будет прикольно. Еще можно на него лучшие света направлять, цветные будет классно. Мы провели там полтора часа. Мне очень скучно с Юлей ходить на маникюр, особенно когда мне его не делают, потому что до этого мы с Юлей ходили и мне делали маникюр, и это было прикольно. А сейчас что-то Юля только о себе подумала. Да? Да, я, блин, это, трусы, у меня спали, трусы я подтягивала. Спасибо за информацию, йоу! Все, сейчас мы берем кофе и идем гулять. У нас еще предстоит 8 тысяч шагов пройти за сегодня. Короче, взяли горячий шоколад, он оказался густой, таким, как мы любим. Как тебя? Очень вкусный и очень сладкий. И недорого, 25 гривен. Три места в Харькове есть классных, где делать горячий шоколад. Вот это вот здесь, это недалеко от Радмира, Харьков, вот вы знаете. Ну, кто из Харькова, тот знает. Потом делают классный в эпицентре на новых домах, или в Будмэне, нет, в эпицентре, или в Будмэне. Ну, короче, там где-то ближе к аэропорту. Не тот там, где рядом прям с новыми домами, а там ближе все-таки к аэропорту, я вспомню. Вот, и еще горячий шоколад классный делают там, где парк Стрелка, по-моему, называется. Там, где огромный мост красивый, набережная в центре города, короче. Там прям стоит маленький автобус, и там классно тоже готовят. А вообще самый-самый вкусный горячий шоколад был в Буковеле, когда мы поднялись на подъемнике наверх. И там прям вообще божественно. Просто там именно прям вот шоколад, настоящий шоколад. Его прям, ну, он прям не порошковый, он прям вот не такой, он прям вот вау был. Как тебе? Ну, в Буковеле шоколад стоил 50 гривен, или 70, или 100 гривен. По-моему, 100 гривен за 50 грамм. А, ну, дорого, короче, он стоил. Да, тут 250 миллилитров шоколада, 25 гривен всего лишь, но зато сделано из порошка. Но вкусно. Мы с собой взяли еще кофту, взяли перчатки, я их уже успел одеть, снять. Зашли в непонятное, я тут первый раз что-то дал в френд-фуд. Блин, конечно, YouTube у меня такой рекламный становится, из-за того, что я вот это вам все показываю. Но это не реклама, честное слово. Боже, Юля, что ты делаешь? Матерь Божья, что происходит? Юля выбросила ложку, и теперь это выглядит вот так. Юля, ну перестань, ну, Йохан и Бабай. Как говорится, человека из села вывезешь, села из человека нет. Ну, что поделать, ну. Свела судьба меня с ними. Ничего же я уже не сделаю, только вот это перевоспитываю. А про кого-то? Про тебя. Почему? Ну, что-то у меня такая, тебя на сеновал надо. Юля, ну ты что, вообще сумасшедшая? Я в шоке. Я не помню, сказал я вам или нет, но я заказал шаурму, и мне сказали 7 минут подождать, поэтому мы ждем. Вон, христианская церковь Святатрица. Пожалуйста, наблюдаем интересные локации для фотосессии. Ладно, шучу. Нет, про Господа шутить не надо. А что это за церковь? Почему она такая навороченная и самосознанная? Ну, думаю, это частная какая-то. А что такое частная церковь? Что там делают внутри? Чилят? Кальян курят? Тоже молятся, но не государцы. Но уже в бане с телками. Не, ну нельзя шутить, Влад, правильно. Ну а что такое государственная, ой, частная церковь? Мне кто-нибудь объяснил? Вообще я выдумала, может там просто живут монахи. Друзья, я очень часто наблюдаю картину вот таких церквей, которые похожи просто на частный дом. Объясните кто-нибудь в комментариях, что это значит и зачем их строить. Девушка, можно с вами познакомиться? А можно вас поцеловать? Да. Нет, только, вот только прикоснование. Да, блядь, Юля! Ты что, вообще что ли долбанулась, Юль? Извините. Давай пиловатку. Нет. Короче, готова моя шаурма. На самом деле, ну, я видел, как он ее готовил. Можно потише ехать? Мне почему-то кажется, что он готовил ее сам владелец, потому что очень с душой это было сделано. И очень много начинки он сюда положил. Короче, офигенно. Или он узнал тебя и захотел, чтобы ты пропиарил его заведение. Как я ненавижу, когда меня узнают в заведениях и пытаются нам как-то уходить. А таких ситуаций было много. И мы о них даже сняли отдельный ролик на YouTube. Поэтому, если вы еще не видели, вот тут сейчас выплывет подсказка. Жмите на нее и смотрите видеоролик. А потом возвращайтесь сюда и досмотрите этот влог. С какой бы он любовью ее там не готовил, шаурма не очень вкусная, да? Какая-то вообще такая она как будто бы вот... Как будто бы вот сухая. Нет, ну вот она не сухая. Пресная, что ли. Не хватает каких-то, может быть, соусов. Очень много капусты. Но это хорошо для меня. Да, сиськи будут расти. И плохо для меня. Потому что они уже растут и ей больше не надо. Мне опять попался жир в шаурме. Я только что тоже ел ее, и мне тоже попался жир. Вот какой-то... Как будто бы они либо экономят на мясе, да? Либо наоборот думают, что с жирком это классно. Да, типа думают, жирка добавим. Ну, это очень идеально. У нас надо, жирная будет. Ну, блин, ну это ж... Как резина, да? Шаурме. Не очень. Невозможно проживать, я выплюнула просто этот кусок мяса. Моя прелесть, моя ду сладкая. Как дела у тебя? Как шаурма вкусная? Шо, как дела? Че ты не рассказываешь? У меня рот полный. А то нехер пи***, видите. И мы идем... Давай руку. Мы идем с Юлией только что. Юля мне говорит... Влад, я так быстро не шла, когда ты ел. Я говорю, ну давай медленно идти. И мы идем медленно, и она спотыкается в этот момент. Бестолковая. Да, под ноги вообще не смотришь, да? Она же не испугалась. Ты будешь это едать? Нет. Надо? Нет, не надо. Жалко шаурму, конечно. Но ничего, она все равно невкусная была. Ну, видите, в шаурме что-то вообще не судьба. Сегодня доестся до конца и залезть к нам в жулок. Че-то есть сегодня вообще. Юля там еще идет, ворчит, что говорит... Лука так много положили. Лука много. Бедняжка. Я шучу, я просто пугаю так еб. А, кстати, Юля ела с мусорки. Ну, вы, наверное, видели это видео. У Юли есть на канале, там, где она рассказывала. Юля ела с мусорки, потому что раньше они жили очень бедно. С отчимом ее. И отчим приносил там икру, которую уже, ну, с открытой банкой. Икра там чуть-чуть на дне оставалась. И Юля ела это. Представляете? С чего вообще Юля выбралась? Тебе грустно с войнать об этом? Да, неприятно, но я не хочу, чтобы кто-то повторил мою судьбу. Да, поэтому если вас сейчас отчим или кто-то кормит из мусорки, знайте, что так не должно быть. Идите лучше, простите, еду. Ладно, я не знаю, чем вам помочь. Идите работать. Чем вот это вот вестись на поводу. Это ненормально. Да, блин, Влад, как я могла работать в 10 лет, когда меня приносили, кормили? Или в 7 лет? А что ты хочешь рассказать в свое оправдание? Просто что не знаю что. Не знаю. Прости, что я эту тему затрону. Просто мне реально обидно, что у тебя это было в жизни. Но это интересный опыт, правда? Зато теперь у нее даже желания нет в мусорке копаться. Это слава богу. Прикиньте. Потому что и у меня все желания отбило. А типа у всех, у кого этого не было, есть желания. У них нет денег, они думают, что б с мусорки вкусненького достать. Андрей Мартынинко ест с мусорки нормально. Ну да. Когда у него нет денег. Короче, ребят, не ешьте с мусорки, ешьте с тарелок. Только что с Юлей взяли жвачку и воды. И Юля так долго выбирала жвачку. Между тем, какую взять? Морозном яду или ледяном яду? И консультируется аж с этой женщиной в кисете, в магазинчике. Говорит, что вы мне посоветите? Мне кажется, ледяна будет слишком вот жесткая, мне будет неудобно есть. Она говорит, морозную. Женщина-то ржет. Юля на полном серьезе спрашивает. Я ржу. Короче. Я говорю, что смешного? Юля говорит, что смешного? Я не поняла. Она говорит, ой, извините, извините. Говорит, попробуйте ту, попробуйте морозную. Может быть, сладкую возьмете. И продолжает ее консультировать еще 3 минуты по поводу жвачек. За нами уже очередь совпадает. Короче, смешно. В итоге взяла водичку. Забыл совсем рассказать. Вам же, наверное, интересны планы на мою днюху, которая уже будет через 4 дня. Сегодня 13 число. И этот плод, кстати, тоже выходит 13. И можете мне поставить лайк за то, что я выпускаю влоги день в день. Сразу вечером после того, как мы его отсняли. Это круто, потому что вы максимально приближены к нам. И понимаете нашу ситуацию и обстановку. Вот. У меня день рождения будет. Мы отмечаем его в бане. Баня Барс называется. Очень классная баня. Там стильно внутри такое все. Ну, короче, красивенько. Мы там Юлину днюху отмечали. Если вы подписаны на Юлин канал, думаю, подписаны. Если не подписаны, то подпишитесь. То там можете посмотреть. Там очень красивая днюха. У нее вообще потрясающий день рождения было. У нее была ведущая. У нее была офигенская фотозона. Красивый двухъярусный торт. Короче, было вообще все лакшери. Красивенько. У меня будет чуть-чуть проще. И из организационных моментов мы думаем, что готовить. Я думаю, что мы приготовим пару салатов каких-то. Если вы знаете классные рецепты салатов, вкуснейших, прям необычных. Никакие там мимозы заезженные, а что-нибудь новенькое. Обязательно сообщите мне об этом в комментариях. Будет интересно почитать или картошку, или не обязательно салаты вообще, что приготовить. Также мы заказали уже пиццу на 17 число. И роллы. Много суши. Короче, а что ты мне будешь дарить вообще? Могер Паша. Очень. Пожалуйста. Что ты мне будешь дарить? Я хочу большую коробку разных сюрпризов. Просто коробку. А какие сюрпризы там будут? Коробку с разными сюрпризами. Например, носки. Что еще? Перчатки. Ты серьезно? Те, которые ты мне сегодня уже подарила? Ну я постепенно тебе все дарю, блин. Влад, я не могу так сразу. Не знаю. Посмотрим ближе к дню рождения. Но я, если честно, жду, что я открою коробку. Там будет iPhone 12 Pro Max. Новый AirPods. Что еще? Pro который. Чехол какой-нибудь классный. Новый кейс. Чехол это можно. Не-не-не. На iPhone Pro молодцы. Не надо. Вот. Что еще? Apple Watch последний. Может быть MacBook последний. Потому что наш прошлогодний уже немножко устарел. Ну короче, вы поняли, насколько я зажрался. Ух ты, как красиво. А, смотрите, как здесь. Да, вообще такая тропинка. И это зеленая. Ой, зеленая, господи. Давно не зеленая трава. Желтое дерево. Круто. Вот так. Смотрите, какая красота. Да. Это моя Юля. Как красиво. Хоть бери клипы снимай. Клево. Блин, вот. Мы столько в жизни всего видели. Дорогого, люксового. В других странах. Блин. Вот бы у меня еще богатый словарный запас был. Было вообще классно. Но мы все равно, блин, удивляемся таким вещам простым, как просто красивые листья. Как красивое небо, красивый закат. Да. Тебе не кажется, что эти ребятки, которые там шли за нами, до сих пор идут за нами? Да, мне очень опасно. Давайте скрываться. Или, давай скрываться. Давайте убежим. Сейчас. Оп. Правильно? Да, еще сейчас. Так, ладно, я не вижу, что делать. Я вот так. Коль, что, блин. Кстати, классная вещь. Как это называется? Снут, наверное. Нет, по-моему, какое-то другое название у него есть. Вред, а меня снимешь? Добрый вечер, вечер в хату. Все, пока. Короче, классная штука. На зиму офигенная. Она очень удобная. Она не как шарф. Его не надо никак закручивать. Просто надел и пошел. Гуляем сейчас с Юлей по Салтовке, кстати. И у нас открылся True Price недалеко от дома. Крутяк. Это классное заведение. Там ресторанные блюда. Но это и ресторан, да. И называется он ресторан честных цен. Вот True Price, пожалуйста. В чем суть? Вы платите деньги за вход. Не помню сколько. По-моему, около 80 гривен. Блин, наверное, соврал. Я не знаю сколько. Ну, плюс-минус, да. Там, смотря от того, в какой ты день пришел, смотря от того, в какое ты время пришел. Сам факт, что ты платишь за вход, а там внутри все почти по себе стоимости. Ну, то есть в два раза дешевле точно, чем в других ресторанах. Ты меня снимаешь? Ты что, меня снимаешь? Почему они думают, что это очень весело? Давайте про Майнкрафт мне расскажете. Убежали уже. Я так хочу научиться играть в Майнкрафт. Потому что этот контент с Майнкрафт очень классно заходит сейчас на Ютубе. Или новая игра какая-то. Или этот, да, Among Us. Ребята, если вы умеете играть, научите нас играть. Мы хотим хайповать. Уже дошли почти до дома, посмотрели в телефон, поняли, что мы прошли всего лишь 6 тысяч шагов почти. Еще даже 6 не было. Хотя странно, мне почему-то кажется, что когда мы гуляем по центру, мы в центре нагуливаем все 10 тысяч. Но почему-то мне кажется, что в центре мы, наоборот, меньше ходим, чем нашли сейчас. Короче, у нас в планах сейчас зайти в Юск. Кто не знает, ну, думаю, все знают, что это такое. Это типа как... Как Икеа, да. Мы хотим посмотреть, причиндалы для елки разные. Может быть, украшения какие-то для дома. Потому что скоро мы будем нарушать елку уже. Плюс у нас с Юлей появилась цель сделать какую-то видеозону у нас прямо дома. Там, где у нас комната-студия. Что-то там разместить такое интересное. Какое-то такое яркое, блестящее. Потому что у нас все фоны матовые, темные. А хочется чего-нибудь вот такого. Да? Да. А у тебя у каких-то родственников стоял Дед Мороз вот так возле елки? У меня у бабушки стоял Дед Мороз. И у меня у бабы Нины тоже стояла такая фигурка Деда Мороза. Здесь не урочка, но она еще такая советская-советская. И она, наверное, до сих пор ее будет ставить. Но ничего, атмосферно. Смотрите, какие здесь новогодние причиндалы появились. Очень прикольные елочки. Маленькие, маленькие. 100 гривен. Елка, которую мы заслужили, да, в этом году? Да. Какой год, такие елки. Я говорю, может, нам DIY какие-то поделать? Что? Расскажи, что это такое? Это значит, своими руками какие-то разные вот такие вот штуки. Ну, давай, прикольно. Только нужно причиндалов. Только смотри, вот эта вот штука сколько стоит, да? 200 гривен. А мы накупим вот этих вот деревяшечек. Хотя деревяшечки эти... А что, это натуральная елка? Нет, искусственная елка. А вот деревяшки натуральные. Деревяшки, в принципе, можно самим нарубать, да? Ну да. Короче, как вам идея сделать что-то с своими руками? Если у вас есть какая-то идея прикольная, напишите тоже в комментариях. Будет интересно посмотреть. Возможно, мы снимем про это видео. Вау. Теперь ничего не видно. Залипашка. Ждать надо пока снова. А, нет, не надо ждать. Вот есть другие. Может, тебе подушку подарить на день рождения? Или она выводит? Я не знаю. Я просто у Юли всегда отбираю ее подушку. У нее вот такая вот. Да, у Юли вот такая вот подушка. Она уже стоит, кстати, не тысячу, а 425. Да, мы брали ее за 1100. Прикиньте, а сейчас она 425 гривен стоит. В чем может быть проблема таких проколов? Нам, кстати, всегда почему-то с Юлией так не везет. Мы постоянно влипаем на бабки. И с нас постоянно их хотят побольше сдереть. Может, потому что, не знаю, судьба так расположилась, потому что нам и так много всего достается бесплатно. Хрен его знает. Как вы думаете? Я думаю, что нам надо сходить к гадалке. Кстати, ты веришь к гадалкам? Нет, к гадалкам нет. Я верю нумерологам, психологам. И я верю регрессологам и тета-хилерам. Я не знаю, зачем она матерится. Ютуб забанит, наверное, это видео. Ладно, шучу. Смотри, какая маленькая елочка. 175 гривен. Ой, господи, тесно. Заяц, что ты ищешь? Подарок мне. Тебе на день рождения? Нет, коробку у меня такую маленькую не надо на день рождения. А какую? Огромную у меня коробку надо с подарками. Короче, в Юске сейчас скидки. Вот такие вот классные подушки. 275 гривен, поэтому можете приходить, затариться на Новый год прикольными ништяками. Точно не реклама? Какой-то Ютуб у меня рекламный. Я просто привык... Так у меня Юск и так покупает рекламу на конец месяца, только в Инстаграме. У Юли Юск покупает рекламу. Круто. Тогда ладно, тогда приходите, ребятушки. Очень рекомендуем. Ладно, шучу. Просто, знаете, я когда в Инстаграм делаю рекламу, то это, ну, как бы выглядит точно так же. И люди сразу шарят, что это реклама. А здесь я, как бы, даю рекомендации, рассказываю какие-то интересные вещи, которые показываю. И тоже выглядит как реклама. Ну, вот я переживаю, что вы, народ, будете думать, что это все проплачено. Но это нифига не проплачено, уважаемые мои хорошие, красивые, умные и золотые. Подписчики. Подписчики, да. Кстати, я относительно недавно сделал ремонт в нашей комнате у Юли. И я изначально хотел вот такой диван, чтобы там стоял маленький, офисный. Но Юля, она стояла на большом диване, который можно разложить. И я очень рад, что я все-таки тоже понял, что это как бы практичнее. Потому что реально вот этот вот диван ни гостей не расположить, ничего. Хотя, может быть, гостей было бы меньше. Юля их так не любит. Можно об этом говорить? Юля, короче, не любит, когда к нам много гостей приходят. Она любит гостей, но когда они приходят, когда она в настроении, скажем так. А когда я их привожу, и Юля так смотрит на меня, на них, на меня, на них. И грустит. Потому что хочет, чтобы я ей больше времени уделял. А я творческий человек. Мне хочется что-то с музыкой делать. Мне хочется записать каверы. А Юля мне в этом помочь не может в записи каверов. Потому что Юля не поет. А оно должно так прям вот прям очень сильно. Я думаю, да. Я прям, чтобы вы понимали, уже прям вот не так, как у нас. Я думаю, в этом смысл этого кресла, поэтому его все и любят. Так оно прям можно лечь прям. Ну вот, наверное, поэтому его и любят, что мы к нам в беде не будем. Ого. Если вам в голову когда-нибудь взбредет идея, да, потрогать вот эту вот елку, вот это вот дерево цветящееся, не вздумайте. Потому что здесь на краешке оголенные, просто металлическая проволока. Оголенная, по которой идет ток. Я только что дотронулся, меня ударило током. Причем так, если надолго задержаться, то так конкретно бьет. Видите, оголенные полностью провода. Стремная тема, однако. Я Юле пообещал на Новый год елку крестину, чтобы у нас была елка наконец-то дома, потому что мы уже 4 года вместе живем, и я ни разу елку не украшаю, видимо, большую. Вот такой у нас высоты будет елка, Юля. Такой вот плюс, даже, наверное, вот такой меньше, чуть-чуть, вот такой. Как ты, как ты, как ты. Мне нравится, да. Да, и ее, кстати, можно поставить не на пол, хотя я хочу на пол, а можно поставить на стол, и она будет тоже красиво смотреться. Прям в потолок утрется, и будет прикольно. Очень большая, и масштабно смотрится. А внизу там можно подарки расставать. Как вам белые елки? Нравится? У кого белая елка? Как вам вообще есть с ней какие-то плюсы? Прям такие весомые, чтобы ее взять? Если вся комната в светлых тонах белых, и хочется именно больше белого, если люди хотят больше белого, вот они покупают белую елку и наряжают там... А мы не хотим белую елку? Нет, у нас Новый год, зеленая елка, какая белая, что за бред? Типа снег. У меня была все детство белая елка. Да? Белая такая, серебристая. Серебряная, железная, да, вставлялись так? Серебряная, железная, отстой. Ой, я знаю, это тоже советские эти нотки советские, которые у меня тоже меня коснулись. Вообще сейчас так классно гулять по торговому центру, все такое уже в преддверии Нового года, куча всяких украшений, все светится, мигает. Вот, кстати, нашли елку белую, которая очень классно будет смотреться в любом доме, и она вот, ну, короче, дорого выглядит. Сейчас покажу. Вот, смотрите. Да, она просто такая, сейчас я приближу, покажу. Такая вот она с каким-то, каким-то таким непонятным хренью. 2,950 стоит такая елочка. Ну, она невысокая, но она выглядит очень дорого. Метр шестьдесят пять и выглядит очень классно, да. Причем, блин, вот она вообще, вот я даже немножко хочу ее взять прямо сейчас. Она красиво бы смотрелась. Да, хотя, наверное, не возьмем, потому что хочется все-таки, если уже смотреть елку, то такую, и большую, если уже новую покупать. Вот, поэтому, если не найдем большую такую елку, то возьмем либо эту, либо будем уже украшать нашу просто зеленую. А вон камин, тебе нравится декоративный? Да, камин тоже очень красиво смотрится. Вчера пятьсот одиннадцать. Вчера прошли пятьсот одиннадцать шагов, а сегодня, внимание, шесть тысяч трисот двадцать восемь. Ну, шо сказать, ну, шо сказать? Это грустно, потому что, ну, устал так, как будто бы прошел пятьдесят тысяч, не меньше. Ну, мы еще сейчас до дома дойдем, я думаю, что там хотя бы восьмерка будет. Если восьмерка будет, можно уже, да, заходить. Я думаю, мы две тысячи еще по дому нагуляем. Еще плюс, мы же не с телефоном ходим. А, ты имеешь в виду, что иногда может не считаться шаги? Да, может не считаться шаги. Например, я ж иду на кухню, бывает я телефон с собой не беру, он бывает лежит. А я то с кухни, то в комнату, туда-сюда, туда-сюда. Представь, это, наверное, десять тысяч уже считалось. Только от кухни до дома? Да. До дома. Че, кухня не в доме находится? Кстати, наступила темнота, и я захотела вам рассказать одну очень поучительную историю, которая будет поучительной для девочек. Девочки, не ходите одни в темных парках, в темных переулках. Ходите с маньяками. Потому что совсем недавно у моей подруги Алены с Питера произошла такая ситуация, что ее чуть не изнасиловал узбек в парке. Она шла по парку одна, потом у нее развязался шнурок, и она наклонилась для того, чтобы его завязать. Подходит к ней и начал что-то шептать, и на своем, типа. И вот так вот начинает. И она... Как, как? Ну, чего так? Ну, давай, давай, давай. И типа, ну, уже к ней приближается, и вот прям так идет. И она говорит... Она как начала орать, да что бы у тебя писька отсохла, ты козел. Ну, она там куча ему брани, мата, наругалась на него сильно, что он убежал. Сначала он сказал тихо-тихо-тихо, а она начала еще громче орать на него. Ну, уже приготовилась его бить. Вот, но она говорит, ну, это она такая боевая. А если бы девочка попалась, которая, ну, такая тихая, которая не боевая, которая бы испугалась. Поэтому очень опасно. Девочки, берегите себя, потому что психов сейчас очень полно. Мы уже пришли домой, помыли руки, погрустили на тему того, что в Украине ввели карантин выходного дня, по-моему, так называется. Это когда на выходных не работает никакое заведение, никакие активности, даже спортзалы не работают. Ну, конечно, мы не сильно огорчаемся, потому что мы туда не ходили. Но, тем не менее, блин, рестораны, торговые центры, все это будет закрыто в выходные, и это очень грустно. Потому что как еще развлекаться? Вот, и пригрустили еще, потому что поняли, что реально карантин будет длиться еще очень долго, и коронавирус никуда не денется. Мы просто все им, вероятно, переболеем, и все. И это грустно. Короче, все. Всем здоровья, всем удачи, всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, пока-пока.